С мягкими тканями, взрослая особь. Это довольно-таки уникальная находка. Останки древних волков в Якутии находили и раньше. Кости, иногда шерсть, но чтобы целая голова с мягкими тканями и даже с мозгом такое впервые. Это всё равно, что мы получаем вдруг стоп-кадр из того времени. И когда многие предположения, которые мы могли бы сделать по скелетным останкам, их можно проверить непосредственно, визуально и различными другими точными методами. Учёные из России, Японии и Швеции уже выяснили, волку было примерно 3-4 года и жил он 42 тысячи лет назад. Правда, пока непонятно, он это или она. Как непонятно, почему шерсть у животного рыжая, а не бурая, как у других находок. Взяты образцы шерсти, мягкой ткани, зубов, зубного корня. Это всё взято для изучения ДНК, чтобы сравнить с современными волками и, возможно, вывести под значение нового вида. Ну, подвида, то есть новый подвид волка, который ранее не был здесь в науке. Сибирская Арктика – настоящий кладезь для палеонтологов. Учёные не перестают удивляться, какие знания о прошлом планеты хранит вечная мерзлота. Год назад в Верхоянском районе Якутии нашли двухнедельного жеребёнка, который жил примерно в одно время с волком. Ткани были вот прямо как у недавно умершего животного, красноватого оттенка, и не было запаха плохого. Мамонтёнка Любу, найденную на Ямале 12 лет назад, собаки оленеводов и вовсе приняли за свежее мясо. Отгрызли у неё часть хвоста и правое ухо. А ведь этот мамонтёнок жил также в эпоху плейстоцена. А до Любы были Маша, Женя, Дима. Кстати, именно обнаружение Димы в 1977-м вдохновило советских мультипликаторов на поиски мамы для мамонтёнка. Я спал, потом проснулся, а мамы нет. Давно, очень давно, жили здесь такие звери, но они ушли. Куда ушли звери, точнее, почему вымерли мамонты, как они вообще жили, чем питались, и помогают выяснить северные находки. И речь не только о мамонтах, и об интересе не только учёных. В Сочи сейчас едва ли не самая популярная в городе грандиозная выставка о древних обитателях планеты. Это единственный на планете Земля, сохранившийся до наших дней, детёныш древнего шерстистого носорога. Ему примерно около полутора лет. Пролежал он вечно мерзлоте 30 тысяч лет. Посмотрите, как сохранилась кожа, шерсть и даже рога. Всё, что перед вами, это всё оригинал, так как он выглядел 30 тысяч лет назад. Прежде чем показывать мумии и скелеты доисторических животных любителям древности, зоологи, палеонтологи и генетики всё досконально изучают. Если есть возможность, как с обнаруженным волком, то даже на клеточном уровне. То, что эти клетки визуально кажутся целыми, это уже даёт очень большие надежды, что там могут сохраниться хорошие сохранности ДНК. Лошадь, которой 4,5 тысячи лет, бизон, которому 8 тысяч, пещерные львята, жившие более 10 тысяч лет назад. Из находок якутских экспедиций можно целый древний зоопарк собрать. Идея клонирования, она, конечно, витает. То, что клонирование не фантастика, 20 лет назад доказала английская овечка Долли. Правда, насчёт мамонтов или динозавров, как в кино, учёные сомневаются. Из ДНК вымерших животных можно получить в лучшем случае клетки тканей, но никак не сложнейшие организмы. Я думаю, что на данном этапе это, скорее, очень оптимистичные надежды части научного сообщества. Но, с другой стороны, не будем пессимистами, потому что многие вещи, которых науке сейчас удалось добиться, когда-то представлялись лишь писателями-фантастами. Благодаря суслику, который жил 30 тысяч лет назад и был очень запасливым, учёные из Подмосковья смогли вырастить из клеток частично погибших в мерзлоте семян доисторическую селены стенофила – смолёвку ускалистную. Её кустики даже стали размножаться. Смолёвка, как предполагается, была основным кормом мамонтов и других древних травоядных. Так что, если кого-то из мамонтят вдруг всё же удастся клонировать, им уже есть чем питаться по дороге к современным родственникам.